доброе утро всем значит многие люди которые только начинают соблюдать заповеди и они вот первый раз сталкиваться с этими периодами есть 30 дней в адаре когда увеличиваем в радости каждый день нужно радоваться больше 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 и пурим пурим это пик радости теперь а в сейчас 17 тому за по 9 надо уменьшать в радости и те люди которые только первый раз сталкиваются с этими циклами они говорят о какой интересно да вот в иудаизме какая система это тренинг управления эмоциями то есть это не просто какие-то заповеди это не просто какая-то ну вообще оторвана от жизни система которая вообще непонятно откуда взялась это тора жизни потому что кто который умеет по своему рациональному контролю поднимать уровень радости когда надо а когда надо уменьшать уровень радости то такой человек который контролирует свои эмоции управляют своими эмоциями он находится по уровню развития выше, чем человек, которым управляют его эмоции, у которого любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и она у него еще и зла, и он полюбит и козла. То есть, такие люди, они в принципе очень странные, которые живут по принципу «хочу и буду» и ставят на первое место эмоциональные какие-то порывы, вместо того, чтобы управлять своей жизнью, управлять своими эмоциями. Вот, поэтому мы сейчас уменьшаем в радости, но продолжаем радоваться, но меньше. Договорились? Все. Как есть известная история, когда в одной семье сидит зять, значит, и заходит его тесть, а зять сидит, кушает, кушает борщ. И тесть заходит такой, говорит, умерла, говорит, теща твоя, жена моя, умерла. Тот сидит, кушает борщ. Он ему говорит, я говорю, теща-то твоя, умерла, жена моя, мама твоей жены умерла. Тот сидит, кушает борщ, продолжает, только быстрее начал есть. Тот ему говорит, что ты что, не понимаешь? Он говорит, я все понимаю, сейчас доем борщ, и вы удивитесь моему проявлению эмоций. Ну, такому яркому сопереживанию, да? Это как раз уровень высочайший, что он может доесть борщ и после этого начать очень переживать и грустить. А не так, что сразу, да? Вдруг реактивно. Прямо кушал борщ, а потом вдруг он грустит начал. Хорошо, друзья, все, с этим мы, с шуткой мы пошутили, такая была шутка, может, кому не понравилось. Ну, это зависит, как моя дочь любит говорить, что все зависит от восприятия, все зависит от восприятия, и включая эту шутку. Хорошо, значит, мы сегодня начинаем изучать новую книгу Торы, книга Дворим. Книга Дворим, всего из 5 книг в Торе, да? Пятикнижия, его так назвать, Пятикнижия Моисея на русском языке, потому что Мошер Абейну, когда перед смертью он записал свит Акторы. И я не, честно вам скажу, я не знаю, или кто разделил по книгам, но есть четкое разделение внутри на 5 книг. Значит, первая книга называется Берешит. Вначале Бог сотворил небеса и землю, и рассказывается весь период от сотворения земли до появления Исраэля. Яков, сын Ицхака, сын Авраама, да? Он получил имя от Всевышнего Исраэль, и со своими 12 сыновьями они спускаются в Египет. Это заканчивается книгой Берешит. Начинается книга Шмот, имена. И дальше рассказывается имена 12 сыновей Якова и их детей, которые у них были. Всего 70 душ, которые спустились в Израиль. Очень интересно. Это, ну вот, вот, как это объяснить, я не знаю, но я слышал, я глубоко не изучал, что Мухаммед, он с семью-десятью последователями ушел из Мете в Медину, и от них пошло, пошел ислам, да? Про Иисуса рассказывают, что у него было 12 учеников, 12 апостолов, как у Якова было 12 сыновей, Лярдель, и, ну, мы видим, что основа-то всего. Где основа? Исраэль с 12 сыновьями спускается в Египет, и у них было перечислено в Торе 70 душ, это начало народа Израиля. Дальше, дальше книга Шмот рассказывает период, который они были в, вначале они были в изгнании, их пригласил фараон как гостей, потом их забрали обманом в рабство, и они находились в рабстве от, от рождения Ицхака, да, это было 430 лет, потому что Ицхак уже тоже был в изгнании сына Аврама. Бог пообещал Авраму, что 400 лет будет его потомство и знание ко мне в чужой земле. От захода Якова до выхода евреев из Едипта прошло 210 лет. Из них в рабстве они были в тяжелом 110 лет, то есть, так вот оно распределяется. Когда мы говорим терминами такими, 400 лет рабства, 40 лет пустыни, надо понимать, что 40 лет пустыни они не ходили. Они за 38 лет сделали 20 переходов, в среднем было 2 года стоянка и там переход несколько дней, то есть, они не ходили по пустыне, как мы привыкли говорить, что они 40 лет ходили по пустыне. Значит, третья книга, она называется Вайкра. Когда они вышли, и также называется наша организация, Вайкра, платформа Вайкра. Почему называемся мы платформа Вайкра? И почему третья книга называется Вайкра? Слово Вайкра переводится «Ивазвал». И начинается третья книга «Ивазвал» Всевышний Кмаше, и он, значит, объяснил ему, как сделать все, что связано со святостью. Книга Вайкра, она рассказывает о передвижном храме мешкания, всех миноров, всех жертвенников, всех приспособлений, одежда священника, жертвоприношения, то есть, рассказывает о соединении духовного мира и материального. И вот на соединении духовного и материального мира есть специальная ритуальная часть, через которую оно соединяется. И вот эта вот святость, да, к душам, то, что как переход, как бы материальный мир, это проекция духовного мира. И на вот этом вот переходе, как, ну, есть в каждом, например, там, в компьютере есть процессор, да, процессор – это главная часть компьютера, который как раз там все он и создает остальное. Так вот, вот этот вот храм и храмовая вся служба и священники – это то, что создает этому миру духовную основу для существования. И этому посвящена целая отдельная книга Вайкра и «Ивазвал». Я вам скажу, что можно в это верить, можно не верить, но в заслугу того, что мы сейчас учим Тору, возможно, сейчас мир за счет этого и существует. Потому что, если бы все отказались думать про Бога, Бог бы, мир бы просто схлопнулся бы и все. Потому что Всевышний мир сотворял как место, в котором души, получив тела, они поднимаются на следующий уровень духовный. Так Всевышний задумал. Если бы люди этого не делали, то не было бы этого мира. Теперь четвертая книга называется «Бамидбар» – «В пустыне». В пустыне, значит, еврейский народ выходит из Египта и 40 лет они находятся в пустыне. И вот пятая книга, она называется «Дворим». Слова дословно переводятся. «Дворим» – значит, Мошарабейну. Начинается книга, прям конкретно говорится, что 1 числа 12 месяца, на 40-й год выхода из Египта, Мошарабейну начинает говорить. Вот в первой главе здесь, с этого она начинается. «Умер Мошарабейну седьмого адара, ушел из этого мира». И этим заканчивается книга. То есть, последняя книга, вот эта вот книга «Дворим», она нам рассказывает последний семидневный, последнюю неделю период жизни Мошарабейну и его последнее обращение к народу Израиля и ко всему человечеству, в котором он подводит итог того знания, которое он получил от Всевышнего, которое называется Тора. И он подводит итог, повторяя более ста заповедей, которые до этого были уже, вернее не так, в этой книге еще есть 100 заповедей, 613, более ста. Из них 70, он повторяет, 70 новых и больше 30, получается, он повторяет и уточняет то, что говорил до этого. Но я вам сразу напоминаю, что письменная Тора – это конспект, это не, это как вот представьте, студент сидит на лекции и записывает конспект лекции. То есть, когда лекция закончилась, то у него есть страничка каких-то резюме, каких-то главных смыслов, каких-то сокращений, которыми он сократил всю лекцию часовую. Вот примерно так же, примерно так же выглядит Тора письменная и Тора устная. То есть, Машера Бену, то, что он записал, это конспект, сжатый файл, а то, что он в устной Торе объяснял, это уже более раскрытый файл. И дальше есть четыре уровня понимания. То есть, в этой письменной Торе, так как это божественный файл, то есть, это, знаете, как есть разные языки программирования и так далее. То есть, это самый совершенный язык программирования, которым был сотворен мир. Двадцать две буквы алфавита еврейского – это вот те вот 22 знака, которыми записывалась структура вот этого всего мироздания. И вот, значит, здесь есть четыре уровня понимания. Простой смысл – пшат. Намек – это, на что оно намекает, это может понять только тот, кто знает всю Тору. И у него есть, например, есть комментарий Байна Турим. Он говорит, вот это слово встречается в Торе там в семь раз. И перечитает все места. И по тому, как оно встречается в каждом месте, есть дополнительная информация, что это слово значит в этом месте. Потому что все эти семь случаев каким-то образом связаны. Третий уровень называется «Как?». Третий уровень понимания Торы. Третий уровень. Драш. Драш – это расшифровка, дословно переводится. Пардес. Чтобы легко запомнить, это слово четыре уровня понимания Тора. Оно зашифровано в слово пардес. Пей – это пшат. Рейш – это ремес, намек. Дэ – это драш. И эс – это сот. Это тайный смысл, это каббала. То есть, это тайные вещи, которые нам показывает сама Тора. Это проекция Всевышнего. То есть, есть Всевышний, Творец Мироздания, непостижимый. Он в себя свою мысль, он сжал-жал-жал, как бы зашифровав, и получилась Тора. И потом Тора, через нее идет вот этот божественный свет. И как фильм, знаете, как раньше был свет, идет через этот негатив такой, да, и на экране фильм. Так вот, Всевышний, он себя в Торе как бы сжал, сжатый файл. И потом из Тора развернулось все это мироздание. И есть вот этот вот смысл сот. Он показывает, как Всевышний, как Всевышний отражается в Торе в этом мироздании. Ну, то есть, это очень-очень, это уже, знаете, как есть в, ну, в любой компьютере, если зайдешь, там есть какое-то место для специалистов. Открывается такое окно, и они в этом окне пишут какими-то знаками, и потом эти знати превращаются в какие-то программы и так далее. Но обычный человек, он ни знать и не поймет, ни окно это не знает, где находится. А если обычный человек, не дай бог, заходит в это окно и начинает там писать свои знати, так он может весь компьютер уничтожить, компьютер не будет работать. Вот то же самое Каббала, ее не рекомендуется учить. Ее учить не рекомендуется, да? Вот, поэтому мы учим Пшат. Мы учим Пшат, простой смысл, пытаемся понять хотя бы по-простому, что здесь сказано. И вот, значит, начинается книга Дворим, начинается со слов Вот они слова, которые говорил Моше всему Израилю. Бевер-Ярден, на том берегу Ярдена, Машарабену, как известно, не перешел реку Ярден и не зашел в землю Израиля. Бамидбар, Баарава, в пустыне, в степи. Мульсуф, напротив моря. Бен Паран, между Параном, Убэн, Тофэль, Вэлаван. И эти места, которых, как мы дальше узнаем, их нет вообще. Вэхат-Сирот, Вэдэй-Заав. И какие-то дворы, и какие-то места, которые назывались Дэй-Заав. Какое-то Дэй-Золотое, если перевести. Ахада-Сарьем-Мехорев. Это было 11 дней пути от горы Хорев. Гора Хорев, это там, где была дарована Тора. Дэрэх-Ар-Сир, то есть из Едипта дойти до горы Хорев, это было пройти 11 дней. Вернее, от горы Хорев, там, где получили Тору, до Израиля. Это было пройти 11 дней, если идти через гору Сир, от Кадыш-Барнеа до места Кадыш-Барнеа, где они стояли в это время. Вэй-Бар-Баим-Шана. И было на 40-й год, 12-й месяц, 1-го числа месяца, как я вам уже говорил, 1-го Адара, говорил Муше, слово Дибер, когда говорится, да, Дибер, это жестко он с ними разговаривал. Дибер, это он их увещевал. Говорил, увещевал Муше сынов Израиля, как все, что приказал ему Бог про них. И было это после Акуто и Цихон Мелых Аймари. Было это после того, как они победили Цихона, царя Аймарейского, который сидел в городе Хижбон, и Ога, царя Башанского, который сидел в городе Аштарот-Бедрей. То есть это было после уже победы в двух войнах, которые были перед тем, как они зашли в землю Израиля. На другой стороне Ярдена, то есть еще они не зашли в Израиль, в земле Муав, поскольку Муше разъяснил всю Тору эту говоря. И там он еще раз разъяснил, подвел итог, все он им объяснил и рассказал. И дальше начинается уже прямой текст от Муше. Это было как предисловие, как анонс того, что дальше будет. Давайте разберемся с этим анонсом. Значит, дальше он коротко... В общем, давайте пока... Что мы отсюда учим? Я очень надеюсь, что вы будете дальше сами читать это, потому что есть у нас на канале ВАИКРА, есть на русском языке с комментариями, с классическими РАЖа. Вы можете скачать этот PDF-файл и читать каждый день вот этот отрывок, который мы обсуждаем. Но сейчас я бы хотел, как бы, что мы учим? То, как я изучаю Тору, да, и я хочу вам это передать, этот метод. Что мы отсюда можем выучить для себя, для своей жизни? Что мы можем применять? Значит, Машар Абейна увещевал, увещевал он народ Израиля за семь дней до смерти своей. То есть он их всех собрал и начал им говорить слова, наставления, увещевания и так далее. Значит, то, что он им сказал, что вот он рассказал все вот эти вот места, это было намеком все места, где они гневили Всевышнего, где они выступали против Всевышнего. Он им не сказал напрямую, он им намекнул. И они поняли. Но это не было, как бы, не было на этом акцента. И это нас учит, как увещевать других людей. Значит, самая тяжелая вещь в мире, это увещевать других людей, говорить другим людям, что они в чем-то неправы, что они что-то сделали не так, что они ошибаются в своих выборах, в своем пути и так далее. Теперь, это тяжелейшая вещь. И Машар Абейна, он это делал из любви к еврейскому народу. Он хотел их спасти. Он хотел им передать те знания, те основы, которые позволили бы им не просто выживать, а жить счастливо, чтобы был рай на земле. И он это делал из любви. И он это делал, почему он это делал перед смертью? Потому что, если, например, человеку увещевать, то ему потом стыдно. И он, даже если это все правда, и даже если он это принял, до увещевания, и даже если он сказал, да, ты прав, я плохо поступил, я неправильно поступил, даже если этот человек скажет, то у него все равно выделяется какая-то негативная эмоция против того, который это сказал. И он его избегает, ему стыдно и так далее. Поэтому Яаков перед смертью увещевал своих сыновей. Когда это делает человек перед смертью, то это как бы уже не на кого обижаться. Он же уже умрет. Ну, то есть, все. И Машар Абейну перед уходом он их собрал, и еще раз он их увещевал, потому что это был самый лучший момент для этого. Теперь увещевал он их намеками, и его, в принципе, критика, она была конструктивной. Чем отличается конструктивная критика от деструктивной? Деструктивная критика, она заканчивается на том, что человеку показывают, где он был неправ, и что он сделал не так, и человеку обидно, он как бы падает в яму, падает в яму. Конструктивная критика, она говорит человеку, что делать. То есть, она говорит человеку, что вот тут ты спотнулся, а надо делать вот раз, два, три, это называется конструктивное, которое строит, потому что если человеку не показать путь, а что делать, то какой смысл в этой критике, ну хорошо, ты ему показал, ты делаешь плохо, ты делаешь плохо, ты делаешь, и что, то есть нужно же научить, как делать хорошо, и Машера Бейну дальше всю книгу, он объясняет, как действовать, как делать хорошо, как делать правильно, потом очень важный здесь был момент, очень важный момент, который касается увещевания, который можно для себя взять, что написано после победы в войне, когда они победили Ога, когда они победили Сихона, то есть в начале Машера Бейну дал им то, что называется вкус победы, то есть он им показал, к чему приводит правильное служение Всевышнему, к чему приводит правильный путь в жизни, то есть он им показал, что это приводит реально к победе над какими-то непобедимыми там спартанскими этими государствами, что он показал, что действительно служатся Всевышнего лучше, чем не служатся, вот смотрите, и после этого он начал их увещевать, он им намеком намекнул, смотрите, вы 10 раз гневали Всевышнего, к чему это привело, в принципе Машера Бейну мог на них очень сильно обидеться, потому что он им дальше там скажет, что из-за того, что я все время, ну, он мог бы сказать, что из-за вас, да, я не зашел в землю Израиля, его была мечта зайти в землю Израиля, но из-за того, что они все время выступали против Всевышнего, все, он в какой-то момент разгневался, ударил эту скалу два раза, он там где-то потерял, ну, вот этот вот момент, что как надо было делать именно из-за гнева. Это очень важно, когда человек, Машера Бейну, он был лидер, он был воспитатель, он был учитель, и когда он, он всю свою жизнь посвятил еврейскому народу, и они, они все равно, верни нас Едипет, верни нас в рабство, верни нас туда, и он в какой-то момент разгневался, и он потерял свою возможность зайти в землю Израиля, но он, значит, все равно, он всю свою жизнь в них вложил, и в конце он тоже без всяких так наметнул, говорит, вот вы там 10 раз гневали Всевышнего, даже это непонятно, прямым текстом не написано, он назвал места, название мест, это наметено то, что там происходило. Вот, поэтому отсюда мы учим для себя, что увещевание, критика других людей, это, это проблема, это реальная проблема для критикующего, и если уже вы считаете, что вы обязаны кого-то критиковать, то нужно очень четко научиться это делать, и знать все негативные последствия того, что вы критикуете, то есть вы, может быть, на краткосрочном, вы добиваетесь какого-то изменения поведения через критику, но в долгосрочной перспективе вы теряете связь и любовь с теми, кого вы критикуете, а возможно и на краткосрочной перспективе тоже, тоже ничего не получится, и тут очень важно понять, что жизнь это не краткосрочная перспектива, как в Мишле написано, что, что у человека ему кажется прямым, в его глазах, да, ну а Харито, последствия, могут быть Даркэмабет, может быть это пути смерти, поэтому жизнь надо рассматривать как жизни, как очень такой длинный процесс, в котором каждое действие имеет последствия сразу, имеет последствия потом, как любое действие. Все, это то, что мы посмотрели сейчас из начала недельной главы, дальше советую вам ее глубоко поизучать, и мы переходим в Мишле, 16 глава, сегодня 16 июля, значит мы изучаем одну главу в день, книга, надеюсь вы ее уже заказали, можно прям на сайте ее заказать в АИКРА, и каждый день изучать по одной главе. Теперь, значит, в 16 главе как раз очень много говорится о взаимоотношениях человека и Бога, и о том, как это работает, как работают вот эти вот связи, да, ведь эта же книга Мишлей, это вся книга увещевания, то есть царь Соломон, он рассказывает нам от имени Всевышнего, как надо жить и действовать в этом мире, и указывает на все возможные ошибки, и тут же показывает все правильные пути, как надо действовать, чтобы этих ошибок не было. Вот прямо можно начать с первого отрывка, мы сегодня где-то 3-4 отрывка пройдем, значит, первый отрывок, его поют на день суда, его поют, по-моему, вот Роша Шана, и между Роша Шана и Йом-Кипуром, этот отрывок так очень часто он звучит и в молитвах, и в разговорах. Леадам маархей лев, значит, для человека пути его сердца, то есть это та же самая мысль, что много замыслов в сердце человека, много мыслей в сердце человека, у человека есть в мышлении разные дорожки, иногда человек там думает, что за жизнь у меня, какой он несчастный, это у него одни дорожки. Этот же человек проходит несколько часов или дней, он думает, какая жизнь у меня хорошая, и у него другие дорожки. Про одного человека он думает вначале, что он плохой человек, потом он думает, что он хороший. То есть мысли меняются, я недавно увидел в фейсбуке одного своего знакомого, я знаю его уже лет, я вам скажу сколько, с 2006 года, прошло уже там 26-27 лет. И он вот, он за это время, он поменял уже, наверное, 5 или 7 идеологий разных, то есть он полностью, то он за там одну идеологию, то он за другую идеологию, то он за этого президента в команде там этого президента, и он прям за него топит, потом он против этого президента, то он там едет в Европу, Европа, лучшее вообще место для жизни, потом он уезжает из Европы, Европа, худшее место для жизни. То есть он настолько, и каждый раз он искренне верит в новую идеологию, и это то, что царь Самон сказал для человека Мархелев. Человек, у него есть дорожки в сердце, он то по одной дорожке бежит, то по другой, то он одно думает, то он другое. От Бога уже ответ языка. Теперь человек же, когда он, когда он что-то задумал, он дальше начинает это высказывать. Когда он начинает это высказывать, ему же начинается ответка мира, то есть человек взаимодействует с другими людьми через слова. И уже то, что ему ответят, и то, как мир воспримет, то, что у него Марахот Лев, да, то, что у него в сердце, это уже от Бога, это уже не человек. Ты не можешь контролировать, что скажет другой человек. Ты не можешь контролировать, какой результат окажут твои слова. Потому что, когда ты говоришь кому-то какое-то слово, он может обидеться. И он может обидеться не потому, что ему это слово, прямо вот, оно было обидное, да. Он может обидеться, потому что Леотама Марахот Лев для человека, у него в это время свой мыслительный процесс. И в этот момент, когда он думает о том, как ему в данный момент, например, плохо и так далее, попадает в это слово, которое, как взрыватель такой, да. Но если бы он был в этот момент в хорошем настроении, то это слово, оно бы вообще, он бы посмеялся бы и все. Как говорит моя дочка, все зависит от чего? От восприятия, да. То есть, это Леодама Марахей Лев, для человека его, пути его сердца, восприятие его, это для человека. Но от Бога Маннелошон, уже что тебе ответят, это ты не знаешь. Никогда ты не знаешь, что тебе ответят. Дальше, второй отрывок, в 16 главе. Коль дар кей иш зах бей наф. Значит, все пути человека чисты в его глазах. Ветухен руход ашен. И проверяет дух Бог. Значит, Бог, он знает намерение. Значит, сидит человек, я на простом примере. Сидит человек и говорит, эх, что там мне скучно, пойду пройдусь. Это он так говорит, пойду пройдусь, хорошо пройтись просто по улице, да. Это он говорит как бы себе. Ему кажется, что классно, да, вот я так задумал, классную прогулку по улице. Но у него намерение внутри, например, да, он может даже себе не отдавать отчет. Но где-то у него есть намерение зайти в магазин и купить там бутылку водки. Но он как бы себе, он не будет говорить, что он хочет бутылку водки купить. Он просто говорит, я хочу погулять пойти, да. Потом он идет погулять и потом он говорит, вот я погулял, значит, сделаю упражнение, к примеру, да. Сделал он упражнение, то есть прекрасные замыслы, все отлично. И вот он доделывает упражнение и вдруг у него всплывает мысль. Ну что, сделал дело, гуляй смело. Например, всплывает у него такая мысль. И, значит, дальше он поворачивает в сторону магазина и идет, покупает бутылку водки и говорит, ну что, если я 50 грамм выпью, значит, я же ничего не изменится в моей жизни в худшую сторону. Выпивает 50 грамм и все меняется в его жизни, потому что его полностью восприятие меняется. У него какие-то отключаются проводочки, какие-то проводочки у него подключаются. И он уже видит мир вообще абсолютно по-другому. И дальше, что с ним будет, не знает никто. Но Всевышний все это время знал его намерения, потому что его намерение, там, например, выпить или еще что-то, то оно было всегда. О, сегодня вот у Якова Шатадина день рождения, чтобы было у него благословение во всех, во всех хороших делах, во всех его делах, во всех замыслах. Чтобы Яков Шатадин, который очень много вкладывает в помощь другим людям, чтобы Всевышний ему помог во всех его начинаниях и дал ему благословение, ему, всей его семье. Чтобы было, да, я не знал, что Шатадин день рождения. Вот сейчас спасибо. Всевышний, видите, как Всевышний подсказал. Оп, и написано, Якова Шатадина день рождения. Хорошо. Значит, третий отрывок. Третий отрывок очень важный. Может, это прям пожелание сейчас, так Всевышний все сделал, чтобы Яков Шатадин услышал пожелание от Всевышнего. Значит, третий отрывок 16 главы звучит так. Голь эля шемма сейха. Значит, положи на Всевышнего все свои дела. Ваиканума кшеватеиха. И, значит, будут утвердяться твои мысли. Значит, что это значит? Положи на Бога все свои дела и утвердятся все твои мысли. Как человек планирует свою жизнь? Вот сейчас Яков Шатадин, у него день рождения, например, он сейчас планирует свою жизнь. И обычный человек, да, он планирует свою жизнь так. Он говорит, вот я хочу, например, заработать деньги, хочу жениться, хочу купить, там, что-то себе купить, хочу, чтобы дети там учились. Ну, то есть, у человека есть какие-то цели, да? И он себе задумал эти цели, начинает молиться Всевышнему. Дай мне деньги, дай мне семью, дай мне здоровье, дай мне то, дай мне это, дай мне то, дай мне это. Это начинает молиться Всевышнему в лучшем случае. Большинство людей же не знают, что надо молиться Всевышнему. Большинство людей, они пытаются достигнуть своей цели. Теперь царь Соломон нам говорит, положи на Бога свои дела. То есть, Бог, он все, что надо, когда надо, тебе даст, да? И ваикану махшиватеха. Теперь, если сама мысль, положи на Бога все свои дела, а мне тогда чем заниматься? Секундочку. Если я должен Богу отдать решение всех своих жизненных вопросов, а мне чем заниматься? И вот это вот как раз идет намек на то, чем тебе заниматься. А тебе надо заниматься тем, чтобы усиливать свою связь со Всевышним и становиться в отношениях со Всевышним более праведным, да, это правильным, да, слово правильным, правая сторона, делать правильные вещи. А как? Значит, я должен делать правильные вещи в правильное время, то есть заповеди, и Всевышний все мои дела уже он доделает. Есть известная история, когда спорили Раби Ишмаэль и Раби Шиман Барюхай, спорили, сколько человек должен учить Тору, а сколько он должен работать. И говорит Раби Ишмаэль, написано в Торе, что и соберешь ты свой хлеб, и вино, и оливковое масло, и дашь скот, то есть Всевышний в заслугу выполнения заповедей, да, и будет, если ты будешь соблюдать заповеди, то мы говорим, что Всевышний даст тебе все блага земные. Так говорит Раби Ишмаэль, получается, надо работать? Раби Ишмаэль говорит, нет, наоборот, смотри, если ты служишь Всевышнему на 100%, Всевышний все это тебе даст без всякого твоего труда. И, значит, там написано было, что хасиды, ну, такие праведники тех поколений, они час готовились к молитве, час молились, и час еще выходили из состояния молитвы, и так три раза в день. Получается, девять часов в день они молились, и спрашивает, там, кто-то из мадрецов в Талмуде, а как же, если они девять часов в день молились, как же они учили Тору, и как же они работали, и отвечают ему, да, что тот, кто так молится, работа, она делается чудесным образом для него, и, то есть, он перекладывает минимум усилий, и получает максимум благословения. Все его усилия, они направлены на молитву. А Тора, она, его Тора, которую он настолько глубоко понимает, настолько ему открываются вещи, что всю Тору, которую он учит, он помнит, и она у него открывается. Поэтому мы Якову Шатадину желаем, я лично ему желаю, чтобы он именно со Всевышним установил настолько тесные, настолько сильные, настолько близкие отношения, чтобы мы все обращались к Якову Шатадину за благословением, и чтобы он, от его благословения, чтобы не только он зарабатывал, а все вокруг зарабатывали, кого он благословляет, чтобы Всевышний слышал его молитвы и выполнял для его добра. Вот это то, что я желаю Якову Шатадину, и каждому из нас, чтобы мы усилили свое связь со Всевышним, которое является самым ценным достижением для человека в этом мире, и все остальное тогда сложится. Положи на Бога свои дела, он справится. Не волнуйся за завтрашний день, даст Бог день, даст Бог пищу, а Бог справится точно со всеми твоими делами, проблемами и заботами. Все, всем удачи, успехов, шавуатов, хорошей недели, и встречаемся с Божьей помощью завтра. Очень вам советую канал Телеграм Ваикра подписаться, там есть, и Мишли можно изучать на все отрывки, которые я сейчас рассказывал, там будет комментарий, и недельная глава, первый отрывок недельной главы Дворим, там есть тоже на русском языке с комментарием Раши. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok